Приветствую вас и, во-первых, давайте мы с вами скажем так. Вы когда женились на своей женщине, вы по законам своего общества, вот по законам той страны, где вы живете, вы чем руководствовались? Знали ли вы свою жену до этого? Была ли она с вами когда-то не груба? Были ли у вас основания, например, полагать, что как-то вот могло бы быть по-другому? Значит, это вот первый момент. Ну вот, исходя из этого, уже можно будет что-то выяснять. Исходя из этого, можно будет уже все доработать. И, соответственно, исходя из этого, уже можно будет отталкиваться и смотреть на вашу ситуацию. Во-первых, как бы, в дополнении к тому, что вы написали, да, в дополнении к этому, я полагаю, что можно говорить о том, значит, что ваша жена, ну, как бы переживает, ну, может быть, страх перед семейной жизнью, да. Вот. Может быть, она боится, что у нее что-то не получится. Или она боится, что не оправдает ваших ожиданий, например. Но может быть чего-то еще. То есть сейчас самое главное не делать резкое движение. Вы с ней уже женаты и, скорее всего, значит, то, чего вы хотите, только лишь вопрос времени. Просто ей нужно немножко адаптироваться. Поэтому старайтесь быть с ней максимально внимательным, максимально, значит, мягким, максимально обходительным, максимально вежливым и максимально внимательным. Не помню, говорил ли я это слово или нет. А вот. И это поможет вам, значит, постепенно выяснить, что с ней происходит. То есть вам нужно ее к себе расположить, чтобы она расположилась к вам. Чтобы она рассказала, что именно ее беспокоит и из-за чего она груба. Вот. Не давите на нее, не требуйте. Просто усадься. Эти дорогая. Вот. Ну. Как бы смотри. Мы с тобой пять дней женат, да, а ты со мной вот так вот, ну, как бы грубо. Вот. Я хочу понять, что происходит. Скажи мне, пожалуйста, я волнуюсь. Я волнуюсь за тебя, я волнуюсь за нас. Ну вот. И вот так вот постепенно, постепенно, постепенно и с ней разговаривать. Не надо думать, что она вам ответит прям вот сразу. То есть, скорее всего, у нее будет, ну, ей нужное время. Ей нужное время, чтобы, значит, ну, чтобы вам открыть. Ну и сами, сами тоже постарайтесь как-то вот подумать, чтобы ей могло, например, не нравится, чтобы ей могло, например, нравится, ну, вас. И что бы вы могли, там, например, сделать для того, чтобы, ну, все было хорошо. То есть, у нее пострашивайтесь. И сами старайтесь тоже что-то, сами старайтесь тоже что-то, то есть, что-то делать. Вот. Сами старайтесь что-то предпринять. И тогда, соответственно, у вас, я полагаю, ну, будет определенный прогресс в том, что происходит. Вот. В том, что, вот, вы сейчас, например, имеете, в том, что вы сейчас, например, чувствуете. Ну, для этого потребуется определенное усилие, конечно. Вот. Вот. Потому что, ну, по-другому никак нельзя. Вот. К сожалению. Если вы хотите, чтобы ваша жена, ваша женщина была с вами не грубо, ну, нужно как-то вот приложить усилия, для того, чтобы понять, что же с ней происходит, что с ней произошло, что ее не устраивает. Да. Это важно. Это важно. И лучше для себя сразу постарайтесь определить эти моменты. То есть, либо вы готовы сами что-то делать, либо вы готовы сами ситуацию как-то исправлять. Да. Только честно. Искренне. Либо оставьте это дело тем, кто, например, этим занимается. У вас профессионально. Я не знаю, кто, может быть, психологи, может быть, кто-то еще. Ну, вот. Ну, вот, как бы советовал мой коллега, да, можно к нам обратиться ей. Ну, вот. То есть, это на самом деле вопрос выбора по большому счету. И именно вопрос выбора ваш в первую очередь. В первую очередь это вопрос именно вашего выбора, не жены даже. Вот. Ну, и определите свою позицию в семье. То есть, если вы хотите, чтобы жена вас уважала, то необходимо, чтобы вы уже сейчас учились решать проблемы. То есть, думали не о занятии любовью, а о решении проблем. Если вашей женщине будет комфортно, то и вам будет комфортно. Поэтому задумайтесь об этом как следует. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.